всем привет друзья решил записать рабочий процесс создания лоу-поли модели вот такой вот тумбочки под телевизор до для мобильного приложения данном ролике вы увидите каждый этап работ и если останутся какие-то вопросы то можете задавать смело я вам всем отвечу для начала мы находим нужны нам референции до картинки этой тумбочки я нашел вот такой вот вид сверху немножко под углом до чтобы понимать как устроена столешница этой тумбочки нашел вид спереди но не нашел вид сзади вид сверху чтобы точно понимать форму нашей тумбы принципе мне этих видов достаточно тот кто моделирует уже некоторое время ему в принципе по двум видам уже можно будет смоделировать любую модель поэтому я думаю что это не принципиально так начинаем построение нашей модели задание наших системных единиц то есть ставим сантиметры сантиметры я обычно моделирую в этих юнитах так теперь мы должны посмотреть размеры нашей столешницы до которая будет вычерчена на плене но для начала надо задать общие размеры нашей тумбочки переходим нашу тумбочку размеры смотрим высота 96 давайте создадим бокс высота 96 пускай будет ширина у нас было 172 и глубина 45 ширина 172 глубина 45 так здесь я выставляю шейды тэдж фейс перехожу в ортографик для удобства работы и пожалуйста копирую хотя можно здесь и не копировать нажимаю alt x для того чтобы куб получился прозрачным и делаю free selection теперь мы должны эту картинку до определяем размер нашей картинки верхушка 5112 на 1480 размеры до разрешение картинки мы чертим те же чертим plain примерно такого же размера ставим здесь 511 на 1048 да по-моему было давайте еще раз посмотрим а 148 148 перетягиваем нашу картинку на наш plane так кидаем ювимап бокс и смотрим чтобы размеры у нас она чуть-чуть повернуть надо на 90 градусов включаем привязку угла по повороту таким образом мы точно выставляем нашу верхушку до стола то есть тумбочки всю эту картинку можно закрыть остается только две этих картинки для визуального совпадения скейла мы уменьшаем нашу верхушку под наши размеры да каковы в реальности будут у готовой тумбы поставили еще чуть-чуть можно уменьшить мы не говорим прям миллиметр в миллиметр до должно совпадать ну хотя бы приблизительно чтобы вместилась в этот бокс вот так что-то среднее пропорциональное будет между ними так теперь мы его выдвигаем отмечаем центр то есть ставим пивот в центре принципе можем так вот выровнять у нас пивот будет точно по центру это чтобы мы точнее построили вот эту крышку так и начинаем построение сразу же с крышки потому что смотрите логика такая работа в программе для того чтобы построить весь этот шкаф дверки ручки да вот эти разрезы вот то что будет отсоединяться так сказать от общей конструкции то здесь необходимо конечно вначале продумать все как будет идти работа я продумываю следующим образом все у нас состоит из простых фигур да значит смотрите если мы начнем построение вот с этой детали стала то есть она у нас самая широкая смотрите даже на виде сверху видно она у нас самая широкая до занимает все как говорится шириной глубину с данной тумбочки то смотрите если мы начнем строить с нее нам потом будет удобно инсетом и экструдом поднимать эти высоты далее от этой как ступеньки мы делаем и также опускать вот эту часть тумбочки а здесь строить продолжение да то все удобно будет делать самой большой детали поэтому приступим к построению так выбираем линии корнер начинаем строить приблизительно не надо здесь прям заморачиваться это лоу поле модель поэтому доводим вот примерно до этого угла да это у нас будет угловая . а здесь мы линию ставим следующую ну обычно некоторые я видел делают здесь точку здесь точку начинает ставить это очень долгий кропотливый процесс и сложный намного проще поставить точку здесь середине ровно снова перейти на уголок да где у нас уголок следующий ничего страшного если мы не угадаем да если не совпадет с этим уголком мы сейчас это дело все выровняем и замыкаем нас план все сплайн замкнули теперь моего отсюда выдвигаем чтобы удобно было с ним работать смотрим координаты этой точки ведь если мы двигаем то мы понимаем что вот эта координата должна совпадать с этой координатой но теперь мы ее точно выставили и так же сама вот эта координата вот должна совпадать с точкой той координаты ну так вот тоже будет правильно теперь для того чтобы подогнать по столешнице наш сплайн мы снова его подвигаем да можем так подвинуть не важно замораживать не будем работаем аккуратно уже привыкли ставим вертекс этот вертекс превращаем в безе ставим на один вот этот вот на одну ось стрелку чтобы нас вот это вот рычажки двигались только в одном направлении и растягиваем их ровненько кому не видно можем переключиться в f3 чтобы было точно видно рычажки как они выровнялись или нет практически ровно интерполяцию делаем чуть побольше чтобы не было вот таких изломов то уж смотрите это мы сделали да а когда мы начинаем растягивать фигуру то будут изломы вот такие вот неприятные сейчас покажу вот видите когда фигура тут мало шагов то получается такие ломаные линии для того чтобы создать более менее адекватный объект надо хотя бы поставить 14 теперь мы можем вернуть это дело обратно и по картинке глянуть совпадает она у нас или нет нет конечно не совпадает тогда мы немножко возвращаем назад следим чтобы основная линия у нас совпадала на ведь сейчас совпадает а вот эти краешки мы сейчас подправим для этого мы превращаем безе корнер эту линию выбираем сразу два вот подтягивая сюда мы вытягиваем наш вот так уголок то же самое делаем здесь безе корнер выбираем две оси сразу и подтягиваем наш уголок хотя можно было сделать симметрию отразить ум и принципе сделать вот так вот хотя для верности можно сделать симметрию так ладно принципе пойдет так выносим наш объект применяем к нему экструд так если мы теперь его поднимаем то мы теперь по этой картинке смотрим примерно его толщину ну давайте заведем сюда его уже наш объект так поднимем его немного и посмотрим если он нас будет занимать вот эту часть да все поднимем еще повыше 2 будет такой же по толщине значит уменьшаем чуть-чуть толщину ставим где-то пятерочку судя по всему так если еще один такой же будет пятерочка да а второй поменьше то как раз хватит этого все еще немножко поднимаем его накидываем edit поле ставим полигоны применяем inset inset сделаем небольшой здесь так как у нас потом идет небольшие углубления вот судя да вот по этой картинке у нас совсем небольшие отступы буквально сантиметр пускай будет не получилось 10 сантиметр вот так сантиметр выбираем достаточно экструдим на такую же высоту примерно можем на глаз посмотреть здесь у нас величины прям не то чтобы должен западу хотя бы примерно быть похожими так ну вот пятерочка почти да пускай будет немножко меньше чтобы все-таки визуально была разница какая-то почему мы оставляем сантиметр потому что мы же здесь еще chamfer применим а chamfer еще здесь немножко сгладит угол да и как бы заберет вот эту ширину поэтому применяем снова inset на сантиметр вот и снова небольшой экструд уже небольшой 2 и 2 примерно до нас получается где то то вот такая маленькая видите штучка даже еще меньше можно ее сделать вот так вот все в принципе верхушка готова вот можно подвинуть эту столешницу можно удалить она уже не нужно так это чуть-чуть вылез ничего страшного у нас не стоит задача прям миллиметр миллиметр сделать да на виде топ мы это все дело поправляем вот так вот и теперь мы можем а из этого объекта на давайте сперва сделаем чем фиры по этому объекту до щелчком шифтом двойным щелчком выделяем не начнем наверно с полигона переведем convert to edge то есть полигон конвертируем в эйджи смотрите как это делается так почему-то не перевелся давайте еще раз вот конверту эйдж шифтом добавляем еще вот эти эйджи этот пока не добавляем этот мы сделаем после того как вытянем основание нашей тумбы и теперь здесь нажимаем chamfer то выбираем небольшое значение чтобы не испортилась геометрия и чтобы скруглились углы от видите уже начинает портится геометрия знаю здесь мы немножко уменьшаем ставим где-то 13 вот так вот вот эта часть уже будет красивая вот если мы убираем выделение и смотрим то эта часть уже в принципе похожим теперь берем полигон снова включаем f4 в этой тумбочки здесь тоже делаем небольшой inset до сантиметр достаточно и применяем экструд экструд можете делать любой потом мы его вытянем но здесь еще одна хитрость нам ее предстоит сделать смотрите у нас получается вверх и не стала они похожи да практически то есть здесь идет такой же ободок потом идет правда здесь немножко отличие в чем здесь шла толщина такая же у вот этой части столешницы а здесь она немножко уже и вот это шире да то есть как бы вот эти части поменялись местами но ширина осталась такая же поэтому мы здесь смело сможем применить симметрии симметрии мы делаем по z опускаем наш объект переходим во вид фронт вид фронт и немножечко опускаем то есть ровняем наш объект по низу до чтобы он точно совпадал с нулем с нулем координат так выровняли симметрию схлопнули все принципе нам здесь уже ничего не понадобится до можем спокойно удалить этот бокс ненужный который нам мешает и давайте посмотрим как выглядит наша модель модель выглядит неплохо но видны какие-то небольшие вот эти ребра да для того чтобы их убрать надо полностью удалить ненужные группы сглаживания для этого мы накидываем сму включаем галочку авто смуфу мы видим теперь нашу модель полностью сгладила edge не увеличились но модель стала более гладкой и красивой все этот эта часть еще не закончена теперь смотрите нам теперь необходимо просто поправить вот эти вот разницу здесь ширину и здесь ширина выделяем этот ряд уменьшаем делаем вот эту маленькой а это у нас остается большая все как на картинке только еще ее немножко уменьшим но уже не такая прям большая там вот они почти похожи с это ладно пускай остается в принципе можно и не менять ну ну каждому на свое усмотрение да у кого как глаз привык и теперь в принципе в принципе эту часть можно не удалять можно оставить принципе она будет как бы ну хотя мы сделаем все ли то не здесь можно удалить control backspace удалили теперь что нам необходимо нам необходимо четко выровнять нашу фигуру сделать сделать необходимо еще здесь не забыть вот этот вот в чемпфер и вот этот чемпфер можно еще сделать внутренние но так как мы не хотим лишние этот кстати рисунок можно закрыть так как мы не хотим делать лишние полигоны которые вот можно проследить нажав семерку до увидим здесь количество полигонов то мы не будем вот эти внутренние делать углы чемпферам хотя тоже могли быть платье было красивенько ну не стоит перегружать модель пока неизвестно общий и размер чемпфер тоже делаем 01 вот в принципе уже основание ящика готова следующей части урока мы продолжим делать нашу тумбочку на нарежем правильно дверки сделаем ручки ставим стекла ну и прочие элементы ну и ну и Продолжение следует...